мое всемобщее почтение прежде чем приступим к разбору очередного шедевра дабы лишний раз не оскорблять чьи-то нежные чувства позволить себе минутку дисклеймера дело в том что стил or blade несмотря на то что игра южнокорейской является ярким подражателем японским rpg а эти самые японские rpg они как индийское кино ну то есть на редкого любителя и вот я как раз из тех для кого g rpg это скорее сорт говна нежели жанр игр и я конечно постараюсь в эту вашу объективность но относиться серьезно к этим вашим монстер хантером файнер фэнтези и прочему вот этому всему у меня получается плохо поэтому всем кто серьезно относится к подобным играм и обзором на них или просто всеяден ко всем играм в мире я советую видео прямо сейчас и выключить впрочем если хотите узнать как пополнить свой стимовский кошелек с максимальной выгодой то на минутку советую задержаться в этом всем желающим поможет купе код сервис самой низкой комиссии на рынке да даже не сервис а целая экосистема который помимо всего прочего является самым надежным способом пополнения баланса не нужно никому передавать пароли почту просто вводишь логин обязательно промо код дабы уменьшить комиссию еще на два процента а если заходить и купить игру то и вовсе получить скидку в десять процентов и переходите на защищенную страницу оплаты пополнять можно в том числе и казахстанские аккаунты в тенге а также аккаунты в долларах для зарегистрированных пользователей действует постоянный кэшбэк на пополнение и покупки но помимо пополнения баланса на купе код можно купить игры в том числе и недоступные для покупки в рф для них тут создан специальный раздел купе код повторяет все скидки и распродажи стима в общем переходи по ссылке в описании и затаривайся играми просто выгодно и удобно на купе код теперь когда агрессивная школьная среда отпала приступим к жесткой аналитики игра начинается с того что космические десантные войска высаживаются на некую планету десантники все как один утонченные красотки в откровенных платьях с приятной формой жопы откроется ли хоть один ебач вску корректнуть про повестку о сильных женщинах когда на экране в боевых приемах избивается элитная эскортница да нет конечно ведь на самом-то деле повестка это никогда героиня сильная женщина это когда героиня не отвечает сексуальным предпочтением геймеров ибо все время прохождения игрока должна преследовать мысль о том что в сцене после титров героиня сойдет к нему с экрана и распахнет пред ним свои створки в ворота рая без лишних прелюдий авторы игры хорошо понимают свой главный плюс поэтому буквально в каждый кадр постановочных сцен ходят что называется с козыря кроме того героиню можно постричь найти сережки и очки которые не дают абсолютно никакого бонуса странно что ногти красить нельзя можно менять и платья которые тоже не влияют ни на что кроме уровня пубертатного возбуждения ну а для хардкорщиков есть отдельная опция снять девушки одежду полностью лишившись последней защиты в виде восстанавливаемого щита и драться в еле прикрывающим интимные в пуклости до выпуклости места и сподним правда есть одно но возможно это вкусовщина но на мой взгляд наша барби по привлекательности проигрывает абсолютно всем остальным женским персонажем игры и подруги и механицы и даже поющий табуретки из бара и побеждает на негласном конкурсе красоты только совсем уж откровенных бомжих в общем после высадки отряд космических десантниц в колготках вместо брони неожиданно терпит фиаско подругу которая в этой паре была симпатичной убивают основная ради которой то пожертвовала собой отключается и приходит в себя уже на борту другого корабля который везет ее на какую-то там миссию почему они сразу на планету в таких кораблях не высадились а пошли на пролом непонятно и в чем суть текущей миссии тоже надо найти какую-то херню и в поисках этих нам будет помогать внезапно мужчинка правда чтобы лишний раз члена мразь глаз не мозолила он в основном будет летать на дроиде они присутствовать лично по первости понять в чем смысл игры сюжетной точки зрения довольно сложновато на какую планету занесла нелегкая нашу секс десантницу в принципе не секрет и особенно это не секрет для игроков из снг и я рискну предположить что цель и смысл здесь понять чё ж такого страшного с планетой то случилось но в отречи от horizon zero до вен здесь это выяснять честно говоря не то чтобы интересно параллельно с битвами до драками начинается сбор всевозможных лорных записок наибольший интерес из которых представляют те что о матери сфере кто-то и поклоняется кто-то ее проклинает что или кто это толком непонятно но хоть какая-то интрига в воздухе висит узнает игрок что это за мамка сфера только часов так через двенадцать и по силе твиста этот сюжетный поворот уверенно соперничает с отечественными сериалами про детективов после того как очередное ограбление терминатора было зафиксировано дальнейший сюжет вроде бы наконец-то обретает цели смысл вот только в геймплей наступает такой репетитив что во время игры можно протухнуть просто заживо что собственно по боевке боевка классический слэшер с элементами не классического с одной стороны геймплей постарались сделать контратакующим а с другой в воздухе постоянно витает ощущение что ну его нахрен и хочется спамить и доминировать поначалу все в общем-то довольно просто что по геймплею что по прокачке по сути все сводится к обилкам а также супер ударом один из которых делается после идеального блока и кей парирования а другой после не менее идеального уклонения но учитывая обилие прокачки всяких приемов по мере прохождения возникает ощущение перегруженности когда не помнишь и половины из тех приемов которые ты прокачал тем более что половина из них работает на одни и те же кнопки а некоторые вовсе срабатывают по ошибке как например тот что металла врага заряда когда при зажатом блоке прожимаешь уклонение короче в чем суть в процессе прокачки при выполнении некоторых атак у них появляется скажем так продолжение для которого нужно зажать или нажать две каких-нибудь кнопки ну например после рывка с ударом вперед и опять таки по мере прохождения помимо синих атак появляются красные работающие сука по такому же принципу когда помимо красных обилок есть варианты красных ударов с не менее красным продолжением на зажатие каких-нибудь кнопок и со временем я просто перестал понимать что мне после чего нужно нажимать зажимать и вот это вот все возможно игрой подразумевается что вы не будете прокачивать все приемы подряд а выберите каких-нибудь два-три удара и будете обузить только их я не знаю но если делать побочные квесты очков прокачки хватает именно что на все кроме того и синие и красные атаки расходуют специальную накапливаемую энергию обилки и удары имеют разную цену и иногда комбинация которую вы там себе задумали просто не срабатывает потому что не хватает энергии и это тоже еще не все в середине игры появляется инновационная возможность нажатием на оба стика выхватить меч олимпа ну ладно не олимпа другой меч но все равно это активация ульты и вот в этой ульте тоже есть сука прокачиваемые обилки и всякие там разные удары и в какой-то момент мы получаем игру в которой 12 обилок и где-то под 20 всяких разных ударов применяющихся в четырех разных ситуациях вы делаете рывок вы находитесь в воздухе вы спалировали вы уклонились что касается блоков и воротов ситуация в игре ну довольно странная время постановки блока примерно две секунды благодаря чему зажимать его нужно прямо вот сильно раньше чем вас полетит удар парировать каждую атаку с такой скоростью само собой нельзя первую спарировал и стой в блоке попробуешь играть как в пиноккио или секира пропустишь удар причем тут как и положено пиздюлины не отгружают поштучно поставки строго оптовые и пропустив один удар ты получаешь всю серию без возможности уклониться или поставить блок при этом не ваше парирование не вашу ворот серию противника не прерывают что особенно радует учитывая что уклонение в этой игре имеет свой к д и двойной отскок еще нужно прокачать и вот если у противников комбе 4 удара двух воротов чтобы от них уйти вам не хватит более того если вы спарировали одну из атак или от нее уклонились далеко не факт что после этого персонаж успеть провести свою критическую атаку прежде чем получит урон в чердак и ваш богатырский замах не прерывется благодаря чему вам нужно запоминать паттерны и буквально каждого более менее сильного моба и распределять свои защитные ресурсы типа вот это мы блокируем блокируем вот тут у ворот у ворот ну а кроме паттернов всех боссов и врагов в идеале держать в голове еще и пару молитв на случай если врагов на вас нападет сразу несколько потому что только молитвы вам тогда и помогут помните как я говорил что в смуте враги могут зажать микростанами до смерти вот тут все тоже самое более того один враг может сбить вас с ног а другой в этот момент кастануть захват от которого бесчувственное тело героини не сможет в данный момент увернуться из плюсов могу отметить только то что смерть в такой ситуации приходит довольно быстро помимо ближнего боя опять таки по мере прохождения открывается пистолет судей дреда его так называю потому что он стреляет разными боеприпасами которые предварительно нужно само собой прокачать и купить стрелять по таргету здесь нельзя наведение строго в ручном режиме при этом переход в этот самый прицел таргет еще и сбрасывает шутер на стиках вещь на редкого любителя поэтому я всем этим удовольствием особо не пользовался пока не начался уровень где доступна только стрельба но сделан он так что переключение боеприпасов во время прохождения практически не требуется на халяву то и дело пополняют боезапас самых базовых патронов ими всю дорогу ей пользовался так что тема стрельбы на данном этапе осталось не раскрыта помимо же меча и стрельбы в игре есть еще и всевозможные гранаты и мины чё какая из них делает и против кого чего применять тоже надо держать в голове но вообще и по свойствам и по сути да и даже потому как героинь их бросает а главное сколько времени уходит на такой бросок херня это все как мне показалось полная видимо гранатами как раз и полагается отбиваться от врагов на летающих пачками но удается это только в том случае если гранату вы выбрали правильно и вас не загонят в микро станы раньше чем вы ее и занете и я не знаю какого эффекта хотели добиться разработчики своим пистолетом до гранатами но добились только того что я имея буквально зажимал некоторых боссов из пушки можно срывать их атаки но а гранатами и вовсе держать их в микро стане пока у вас эти самые гранаты не кончатся и я не знаю как бы сказать помягче но вообще это звездец как тупо помимо прокачки бесконечного количества боевых умений несмотря на то что платье и сережки бонусов не дают персонаж все же улучшается тоже делается это при помощи сменяемых экзохребтов и гаджетов и то и другое дает различные бонусы и усиления при помощи комбинаций которых можно составлять вполне себе рабочие и более менее разнообразные билды на защиту или наоборот на атаку на шанс крита на силу комбо и все в таком вот разном духе это мы однозначно одобряем но надо понимать что дополнительные гнезда разблокироваться далеко не с начала игры а уж коллекция хребтов и гаджетов собирается еще дольше по первости кажется что суть геймплея максимально понятно и ясно ты бегаешь по кишкообразным локациям декорированным под руины чё-то ищешь кого-то убиваешь и кажется что в лице стилор blade подъехал конкурент darksiders 3 эксклюзивно для playstation но потом разработчики из корей внезапно вспоминает что делают пародию на японское rpg и закидывают игрока в город в котором насрали побочными квестами по славной традиции жанра jrpg 99 процентов этих самых квестов невероятно всратый мусор который интегрирован в игру исключительно с целью предоставить игроку возможность для прокачки на случай если у него возникнут проблемы с продвижением по сюжету я не прошел полностью по среднюю финалку да наверняка даже и те кто ее хвалят до конца и не прошли но даже за то время что я там пробыл мне несколько раз предлагали квест в ходе которого нужно было разнести еду по трем столам в местные рыгаловки в рамках этого квеста ты просто носишь бичаром еду выслушиваешь их благодарности и идешь себе дальше гадая что это сейчас только что было а главное сука зачем ну так вот здесь все примерно тоже самое половина здешних квестов выполняется в соседних пустынных локациях причем с невероятной плотностью примерно три штуки на каждые четыре квадратных метра ну а вторая половина и вовсе делается прямо здесь город этот по сути центральный хаб поэтому по мере продвижения по сюжету квестов сюда будут наваливать еще и еще квесты эти само собой дело добровольное но прокачку никто не отменял поэтому с некоторыми из них мне все же пришлось ознакомиться и вот что меня там ждало доска объявлений радует такой нетленной классикой как найти жену найти мужа найти брата найти кошку при этом квесты за которые в награду дают тысячу денег на которые можно покупать расходуемые хилки и патроны для дреда гана выглядят так поиск кошки заканчивается через 50 метров где вы находите ее труп поиск инженера заводит вас в ближайший переулок где также лежит его труп для того чтобы проведать жену нужно сходить в местное телохранилище и вот все в таком духе и тут вы наверное скажете ну окей за пределами мира третьего ведьмака к доскам с объявлениями лучше вообще не подходить по шо там всегда собрано самое говнище ладно переходим квестом от неписи чаще всего они само собой сводятся к тому что надо куда нибудь пойти чего-нибудь найти и конечно же это что-то принести кстати приносить тут очень удобно ибо в большинстве случаев после нахождения квестового предмета игра предлагает тэпнуться к квестодателю за что плюс но в целом разница в поиске чего-нибудь давно остывшего тела по объявлению с доски и по просьбе непися заключается лишь в том что непись вас пошлет намного дальше чем доска ну правда и награда отломит больше но по уровню интереса это буквально одно и то же правда иногда случается так что где-то там пропадает целый отряд кого-нибудь который обязательно растерзал какой-то сильный биотив так тут называют монстров ты предвкушаю босс файт бежишь туда и босс файт там действительно есть вот только всех этих боссов ты уже убивал по сюжету и игра их тупо повторяет лично я пока играл такое ощущение что каждого босса убил раза по три много ли их было по сюжету ну где-то штуки три наверно не считая стражниц хранилища и босс в подземелье если с ними то опять ну или шесть при этом боссы становится все живучей и сильнее и временами становится реально сложно но в целом победа зависит не столько от задрачивания паттернов сколько от запаса платных хилок и наличие единоразовой рисалки в инвентаре ладно давайте разнообразие ради разберем самые чего-то достойчивые квесты на мой взгляд первый происходит все в том же городе где один из местных горожан под предлогом помощи заманивает героиню в ловушку которую подготовили в пяти шагах от места взятия квеста я понимаю что данный сюжетный ход уже до смерти избит а труп его еще и изнасилован но поверьте по местным меркам это охренеть какой движ в общем еву ударяют спину ножом и местные гоп-стоп-банды начинают рассказывать как они не любят космических десантниц и казалось бы сейчас похитят разберут на запчасти надо будет что-то делать как-то выбираться не имея при этом снаряжения но словом все то что обычно в таких квестах и бывает но не тут то было прямо в кат-сцене тянку спасает ее кореш дроновод относит ее на корабль там ее чинят конец по сути вся эта побочная активность состояла из просмотра длинной кат-сцены которые обычно вставляют в игру по скрипту без всяких квестов и за что в данном случае игра вознаграждает игрока экспой рессами мне вообще непонятно кстати помимо прочего к недостаткам игры я бы отнес еще и то что диалоги тут скипаются чертовски медленно но типа нельзя спамить кнопку и пролистывать диалоги раньше чем текст успевает отобразиться на экране тут у кнопки скипа есть к д примерно в три секунды а учитывая что каждый разговор с кем-либо начинается с каких-то словесных прелюдий не относящихся к делу бесит это просто жутко единственный квест из тех что я встретил имеющий продолжение связан с пивуньей из бара которая после первого этапа где нужно было насобирать ресурсов на ее ремонт обещает петь вам песни но так ни одной не исполнила так вот в продолжении этого квеста поющий табурет начинает подозревать что ее бойфренд вставляет свой thunderbolt в чужую юсбешку и нужно выяснить какая местная курица предоставляет ему свой повербанк самый ржач заключается в том что кроме табуретки других куриц в этом городе всего лишь две и нужно из них так что ближайшая но на самом деле только начало квеста там дальше целая романтическая история и в целом на фоне всего остального это наверно единственный годный квест в принципе со многими вещами в этой игре по большому счету можно мириться и с дебильными квестами с перегруженной боевкой которая несмотря на перегруз проигрывает третьему darksiders в конце концов у вас все время неплохая жопа на экране что еще для счастья надо за 7 то с половиной тысячи рублев но то что происходит когда игра переваливается через экватор вызывает чувство искреннего удивления поскольку такого я честно сказать не видывал уже давно следите за хронологией после попадания в xion так называется город в которой насрали квестами открывается первая пустыня там по первости не работают чекпоинты поскольку нужно включить башню солнечных батарей или чё то типа того и вот натыкаясь на повсеместные сайты мы подключаем эту башню к ней опять таки вернемся еще раз по квест от поющей табуретки и вообще в рамках целой кучи сайт квестов которые появляются позднее вам предложат вернуться не то что сюда а даже и в самую первую локацию что конечно вообще охуеть причем самый ор в том что буквально самом начале игры стоит запароленный сундук обычно пароль от этих ящиков игрок находит на трупах так вот я обнюхала всю область вдоль и поперек в поисках пароля от ящика и не нашел с болью в сердце издабленным жабьями лапами горлом я пошел дальше забыл уже к хренам про этот ящик и часов так через 12 мне на доске дают квест с паролем от этого ящика и надо просто сюда вернуться через загрузку локации и забрать то что в нем лежит но вернемся в пустыню после того как свет включен вход в подземную лапу найден мы деремся с фейс-контролем за право прохода внутри тот самый пистолетный уровень про который я уже говорил в конце которого изи босс которого чтобы косоруки и стрелки на стиках могли нормально пройти буквально лишили какого-либо дамага по игроку в общем убиваем забираем какое-то важное говно далее сюжетная хуйня-муйня в смысле срыв покровов стайн этого мира и открывается следующая пустыня в ней кстати оказывается самая великолепная часть любой игры где она только есть рыбалка но кроме этого в этой пустыне тоже нет света и тоже не работают чекпоинты нужно снова починить электро башню для чего надо найти по округе застрявших дронов и побить босса с которым уже ранее конечно же дрались после чего найти очередной вход в подземную лапу победить точно такой же фейс-контроль как и в прошлый раз затем пройти практически точно такое же подземный уровень где опять таки доступна только стрельба в конце которого победить точно такого же босса как и в прошлой лабе такого наглого самоповтора я не видел уже давно это даже круче чем в элден ринге и больше чем это бесит только местный платформинг где нужно куда-то прыгать куда-то лазить при этом кривожопая героиня все время промахивается а кривая камера играет против игрока как и положено в играх жанра jrpg повсеместно сопровождающий игрока саундтрек отлично подошел бы в качестве музыки для лифтов или торговых центров а на чекпоинте музыку эту можно даже зачем-то переключать и невероятно но факт вся музыка в этом патифоник сраное говнище я не иронично советую всем первым делом когда вы зайдете в эту игру включить авто подбору лута и выключить нахрен эту музыку серьезно кал просто блять неимоверный собственно говоря разбрасываться терминами про экваторы игры я конечно поспешил поскольку мне казалось что такие самоповторы это признак того что по хронометражу разрабы не дотягивали поэтому выкручивались как могли плюс ко всему я по внутренним ощущениям по открытым локациям набегался так что начало казаться что я в игре просидел уже часов наверно 40 и когда пришло время ехать на орбитальном лифте в космос без возможности вернуться назад я решил что я сейчас поднимусь будет финальный босс файт и титры но хрен там колыхался игра после этого тянется и тянется бесит и бесит подкидывает еще пару новых боссов которые честно говоря со всеми своими вспышками хуишками друг от друга хрен пойми чем отличаются но и в итоге надо сказать что игра то нихрена не маленькая но в то же время если в пустынях электровышки подключать необязательно а я не могу это проверить потому что здесь нет сохранения мне пришлось бы просто игру заново до туда проходить так вот если башни подключать необязательно и можно идти сразу в подземные лаборатории и не делать при этом сайт квесты играя либо на легкой сложности либо будучи от природы корейским киберспортсменом то игра наоборот покажется вам супер короткой и будет выглядеть каким-то огрызком ну и подводя после всего вышесказанного итог я не могу однозначно сказать что игра вот прям хреновая но с другой стороны это точно не та игра в которую большинству захочется играть вот прям безвылазно максимум заходить на часик-другой в день больше тут высидеть на мой взгляд нереально но тут мы вспоминаем что данный эротика содержащий игропродукт продается только на плате ру по цене в районе семи с половиной тысяч рубасов и вот этих денег эта игра на мой взгляд вообще не стоит поэтому если вы хотите в нее подро поиграть ждите релиза на пикашечкой эксклюзив стилар blade явно временный потому что такими играми sony обычно не дорожит ну а там глядишь и нюд моды подъедут для тех для кого в играх главное ну никак не геймплей и на этом у меня в общем то все пишите в коментах что думаете по поводу данной игры обязательно понажимайте уже чего-нибудь под этим видео в общем все как всегда пишите жмите до новых встреч